здравствуйте друзья еду на работу мы с вами сегодня поболтаем просто судоречка так я думал или у меня на дежурство заступать или так потрепаться на разные темы давайте будем на разные темы первым делом значит вопрос человек задает про job security я не буду его зачитывать но но помещу в описании к видео там будет значит и так вот он там ссылается на мои слова когда я говорил видимо когда я говорил что в соединенных штатах почти во всех штатах в калифорнии в частности найм как бы является таким добровольным по-английски звучит это выл по добрый таскать воли это вел то есть вы можете выйти в любую секунду и вас могут отправить любую секунду это правда на что вот мол как же быть с этой самой job security потому что одно дело там студент какой-то а другое дело вот человек у него моргидж у него там чего-то и вдруг его уволили и крышу ему теперь там значит вся жизнь разрушена вот такой архаичный такой взгляд на жизнь я бы сказал потому что в основном так ну ну не знаю ну скажем так для кремниевой долины в основном это не вопрос он так не стоит наверное есть места наверное есть места на планете где действительно потеряв работу человек потерял все но я думаю что он должен был бы на самом деле заранее об этом задуматься вот когда он морги берет он должен думать на тему если я завтра потерял работу что будет и может быть он тогда не стал бы брать моргидж отдельная история совершенно в общем job security я вниз не стану долго на эту тему но в общем то мы не раз говорили о том что job security происходит не от того что во внешнем мире ты хорошо устроен вот скажем ты работаешь такой компании которые никогда никого не увольняют сейчас абсолютно любая компания увольняет не глядя там и тысячами и десятками тысяч если до этого дойдет job security происходит из того что ты лично вот ты лично хороший специалист в том деле которое ты делаешь вот собственно и все вот вот и тогда у тебя есть некоторые job security и она абсолютно в твоих руках job security которая находится не в твоих руках а в руках твоей компании где ты работаешь этот job security фикция самообман самообман вот это как знаете заклинание вот там чек повторяет заклинание и ему кажется что вот как-то вот вроде так оно и есть нет ну просто он себя убедил приятно знаете находиться в иллюзиях я вчера буквально вот когда рассуждал о молодом человеке которые не знают то ли ему врачом быть то ли юристом то ли программистом я и и то же самое сказал еще не знаю что вот будет вот этот вопрос что надо в своей профессии быть вот там в пяти ну в десяти процентах лучше если ты выбираешь профессию спроси себя вот это та профессия где я вот так вот могу рвануть там и пойду и так далее и и настолько настолько у меня к этой профессии интерес большой и привязанность такая сильно вот то же самое это же тот же самый вопрос никакой security извне не будет сегодняшнем мире и и больше нет это было когда-то было да еще предприятия пенсии платили но не в россии но вот здесь платили не советском союзе в америке там в тридцатые годы в сороковые годы в пятидесятые даже шестидесятые предприятия там держали людей визитом человек на одном месте мог всю жизнь проработать ему еще пенсию потом давать от предприятия поэтому вот этот мир он 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 тоже где-то присутствует вот есть есть некоторые компании которые продолжают платить пенсии там сотрудникам которые там долго проработали это это есть знаете как она не исчезла полностью но она уже так присутствует рудиментарно так отмирающе вот поэтому у человека есть ответственность когда он берет моргидж у него есть ответственность он спрашивает себя могу ли я платить у меня на глазах вот я могу сказать массово люди расставались с недвижимостью которая не хватали бездумно совершенно а иногда это не то чтобы бездумно а вот им тут всякие умники значит объясняли там картинки рисовали там еще что-то вот и но они зарабатывают на этом на транзакциях вот эти моргидж брокеры такие тут были активные значит всем объясняли как взять денег понимая что платить они скорее всего на и не смогут ну кому колышет то что он сегодня встал мы деньги получили а дальше это его проблемы ну а может быть действительно может быть вот так экономика развернется что он еще и заработает на этом но это ему собственно так и говорят что он заработает вот поэтому и кризис вот последний прям на этом вот и был вот буквально десять лет назад такой дурдом стоял там все люди которым никогда в жизни не надо было вообще прикасаться к этому там ходили покупали что-то и вот так все и вылетели значит а потом уже возникла проблема с job security когда из-за этого всего обвалился маркет тогда уже началась безработица вот тогда они уже все это потеряли а началось с того что они вот так безответственно брали эти моргиджи поэтому я бы я бы разделял все-таки вот этот job security тут job security значит мы живем в реальном мире и если ты хочешь подготовиться как-то или как-то вот спланировать свою job security вперед у тебя все вро все в твоих руках в основном люди так не планируют они живут себе и живут но случилось и случилось но потерял и потерял ну там я не знаю ну принимают жизнь такой как она есть не заморачивать себе голову да и так в американском таком сленге говорят ну значит это было wrong time wrong place wrong people там все что-то такое было wrong что есть фактически will of god так сказать по божьей воле такова была божья воля и все но если это божья воля мы что должны противопоставить мы говорим господи это спасибо что взял деньгами понимаете спасибо что взял деньгами что мог бы взять не дай бог понимаете вот и все это мы про job security теперь значит мы поговорим да у нас же у них олимпиада у тех война а у нас выборы значит конечно олимпиады и выборы лучше чем война тут сто процентов но неважно у нас выборы есть люди ученые которые занимаются ну мы знаем что ученые всем чем угодно занимаются но вот в частности занимаются тем как делать опросы общественного мнения какие там точнее и так далее по что я поехал много разных университетов занимаются но вот есть одно исследование которое показывает что когда делается опрос такой вот выборный делается опрос и мы все с вами понимаем что от постановки вопроса зависит сильно ответ то есть формулировка вопроса очень важна но исторически спрашивают за кого ты будешь голосовать и соответственно выборку людей которые которых опрашивают пытаются сделать репрезентативные выборки которые которые как бы отражают да реальное положение вещей там и демографически там по образованию мужчины и женщины и пошло и поехал значит их спрашивают за кого ты будешь голосовать но мы с вами понимаем что при всей репрезентативности так сказать что они сами себе как-то посчитали там есть методы математические статистические ну вот есть еще реальный избиратель и как бы как-то его не моделируй он может не повести себя так как мы спланировали потрясающий пример с этим брекзитом когда все опросы показывали что Англия остается в Евросоюзе а дальше выяснилось что нет это кстати такой случай далеко не единственный не первый там и так далее большой большой опрос сейчас там стоит над всеми этими опросами университетец боюсь сказать какой по-моему в Мичигане я не помню какой не буду брать на себя значит определил что гораздо более точный ответ получается если спросить людей как вы думаете кто победит вот мне этот вопрос все время задают как вы думаете кто победит значит этот вопрос ну как они считают включает в себя оценку не только твоего мнения но и как бы мнение людей которые вокруг тебя ну что говорят на работе что говорят там соседи что пишут там по радио телевизору и так далее и так далее и так далее то есть как бы такой большой клубок информации такой и вот это совсем не то же самое как ты будешь голосовать лично и показывают какие-то их расчеты будем ну скажем что мы доверяем их расчетам что этот вопрос намного точнее отражает результаты реальных выборов чем вот вопрос за кого ты будешь голосовать и соответственно они показывают что клинтон победит сильно вообще после конференции после съезда республиканской партии как бы сравнялись практически даже где-то где-то трамп может быть чуть 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 там где-то может быть лучше даже этот показывал в каких-то опросах они каждый день проводятся разными организациями но потом это совпало с историей с пакистанским парнем который погиб в Ираке капитаном геройский погиб он потрясающий парень с его родителями этот конфликт который возник у Трампа то есть то ли это было просто каким-то моментом переключающим то ли просто совпало по времени но в принципе если Трамп после съезда республиканцев получил какой-то толчок то соответственно и Клинтон после съезда демократов через неделю получил свой толчок ну в общем если казалось буквально совсем недавно что они как бы сравнялись а то может быть даже и Трамп кое-где начал получать преимущество то сейчас это ушло то есть абсолютно по всем опросам там последних я не знаю там двух недель Трамп проигрывает все где-то сильно где-то очень сильно где-то так по чуть-чуть но все равно проигрывает вот хотя мы знаем что как бы игра такая пошла театральная тут могут быть вбросы оттуда вбросы отсюда значит там все ждут что может быть кто-нибудь украдет налоговую декларацию трамповскую подозревают что он совсем не такой богатый и не такой успешный бизнесмен как он пытается изобразить поэтому скрывает свою налоговую декларацию что само по себе феноменально то есть чтобы человек шел на президентскую должность там и не отказывался отказывался он не то что и не опубликовал он отказывается опубликовать Клинтон опубликовала то ли сегодня то ли вчера вот только что вышли ее такси и терны последние они вдвоем неплохо заработали там 10 миллионов за год там три с лишним заплатили в налоги там все у них хорошо вот а этот отказывается наверное есть причины в общем да еще одна хохмочка состоит в том что опросы об этом писали собственно и раньше но сейчас как-то это выкристаллизовывается обостряется значит по разным линиям смотрят кто кого поддерживает женщины мужчины там испаноговорящие черные значит и так далее по разному но в частности вот очень резкий контраст происходит с точки зрения уровня образования людей то есть у более образованных Клинтон 25 процентов на 25 процентов это просто чудовищно много на самом деле для выборов чудовищно опережает Трампа зато Трамп на 10 процентов ее опережает в мнениях людей не имеющих образования выше хай-скул ну то есть вот люди со средней школы и меньше они любят Трампа больше чем Клинтон вот там у него преимущество хотя не без ну нет ну 10 процентов тоже много на самом деле достаточно много вот такая вот история так что что еще давайте про олимпиаду тоже хорошее дело я вот лично могу сказать что у меня вызывает какое-то немое восхищение вот такие страны как Венгрия вроде там население это 9 миллионов понимаете а 5 золотых медалей и просто какая-то фантастика вот чем знаменита вообще Венгрия ну что такое там вот Венгрия я даже не знаю маленькая маленькая крохотная европейская страна и вот на тебе конечно в Венгрии традиции давние спортивные мы помним вот еще в советское время там были замечательные спортсмены в Венгрии фехтовальщики были очень хорошие но просто вот маленькая маленькая страна Южная Корея тоже молодцы их конечно побольше населением и они тоже уже не вчера так сказать в спорте но все равно маленькие и вдруг там какая-то Фиджи слушайте Фиджи бах там медаль получает впервые в истории страны Фиджи и знаю в этом есть очень много такого я бы сказал трогательного что ли мне очень нравится это дело и вот когда как сказать какие-то чудеса происходят когда чудеса происходят хорошие такие добрые чудеса мне это очень нравится так еще нет зеленого потом что вытворяет народ слушайте Япония молодцы какие китайцы потрясающие какие маленькие там ну буквально детки понимаете детки что они творят и гимнасты ну но нет слов просто нет слов это это смотришь как вот какое-то произведение искусства знаете вот как в картинную галерею какую-то приходишь вот стоишь там челюсть отваливается и стоишь и вот вот эти вот олимпийские игры они невероятные конечно когда ты видишь цвет цвет мирового спорта потрясающие ребята ну-ка встану я или не встану будет мне местечко там где нить еще будет 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 очень хорошо ближе ближе к входу да очень здорово давайте я развернусь камеру в камеру разверну машинку выключим мы сегодня идем с Софией в компанию Citrix вот где-то не помню там к двум к трем к четырем я поэтому вроде пятницы но я так более нарядный чем обычно в пятницу стал бы одеваться мы идем в Citrix у них там есть они давно у нас как бы практикантов брали и в общем такие отношения хорошие но там у них есть программа я вам потом подробнее расскажу какая-то сертификация у них там есть не вникал еще так вот они предлагают нам собрать бригаду 25 человек они их бесплатно отучат и сертифицируют но там какие-то более серьезные вещи и людей с улицы не взять а вот поэтому надо понять какие я не уверен что мы в состоянии собрать 25 человек знаете это большая группа на самом деле 25 человек я не уверен что нам это сильно надо в том смысле что гоняться там за кем-то кто так бы может еще и не пошел или потом бросит через пару занятий вообще все что бесплатно оно конечно чревато тем что человек пришел посмотреть потом бросил ну в общем вот сходим поговорим если мы решим участвовать в том чтобы собирать такую группу я тогда расскажу более подробно все ребята счастливо пошел в рабочее место а а а а Субтитры подогнал «Симон»